Новое шоу подъехало! Ооооой, подсчет! Отвечай! Кто ты такой? Я... Факинг джентлмен. Откуда это знаешь? Википедия. Какая нах** Википедия? Кстати, у меня есть к тебе небольшая предъява. Я такой был вот, только что вот не дрочил на себя в зеркало, наверное, может и было пару раз, не знаю. Чувак, ты разговорился. Да! И чё? Я не могу сейчас перед всех рассказывать, я расскажу после. Хорошо. Немного я рассказываю. Павел Левенко! А, эй! Добрый вечер. Лесниская24 Фрэнк Байбаса «Вопрос ребром» и мой соведущий, великий, замечательный, удивительный, остроумный, впечатляющий, обвораживающий, заполняющий своим юманам эту вселенную, спасающий от грусти, Джа Ра… Эй, Эльдар Казарварович! Итак, начинаем. Василий, Павел, здравствуйте. Привет. Павел, я ваша большая фанатка. Не могли бы вы рассказать о том, какие проекты с вашим участием скоро появятся на экранах? Значит, я этой осенью, у меня была странная ситуация такая, у меня было 6 проектов параллельно, 6. Включая еще театр, включая еще концерт. Это не то, что я бы так хотел, но просто так получилось. Но я не обломался ни разу, поэтому отвечаю на твой вопрос. У меня много сейчас чего выходит. И главный сериал, который я жду, это у нас Сансара. Мы поговорим про Сансару сегодня? Или вот как раз сейчас? Сейчас ты ответь на вопрос. Паш, ты здесь руководитель сейчас. Можно я тебя так, по-братски? Я просто как бы ассистент здесь. О чем сериал? Расскажи, пожалуйста. Стериал про чувака, который вдруг, ну такой как обычный парень, который так немножко живет обычной жизнью, как многие, наверное, 90% людей, там где-то обманывает, где-то что-то там туда-сюда. Мутильщик. Мутильщик, мутила, да. Вот. Мутила. Мутила. Мутила, так сказать. Вот. И вдруг в какой-то момент он понимает, что он просыпается не завтра, а вчера. То есть у него нету завтра, у него есть вчера. И он ничего, он охеревает, конечно. И каждый день он просыпается вчера, и вчера, и вчера. То есть у него нету завтра, а есть вчера. То есть живет в обратном... А он помнит вчера эти или нет? Он вчера помнит, что было. И он в этом возвращается. А то, что завтра было, не знает. Не, подожди, подожди. Да. То есть я помню, что у меня было вчера. То есть я сегодня засыпаю, проснусь в том, что у меня было вчера. Да, Брикен. Круто. Офигеть. Ну вот, и он пытается как-то это все исправить. Нахер. Это контрамоция или как это называется? Точно, контрамоция. Да, это у Стругацких, да, именно контрамоция. Вот, и он пытается понять вообще, что происходит. Появляется дамочка, которой играет Кристина. Да. Спасибо. Которой играет Кристина Асмус. Которая типа что-то об этом знает. И помогает ему понять. Ты не рассказывай все, а то мы сейчас заспайлеришь. Уже заинтриговал. Даш, я тебе все ответил, да? Да. Давайте посмотрим ролик про сериал. Я живу. В обратном времени. А что такое сегодня? Пригодите в жопу бухать. Каждое утро просыпаюсь. За день до этого. Это испытание, которое ты должен пройти, чтобы что-то исправить в своей жизни. Считай, это твоя суперспособность. Обычный парень, я в жизни пальцем никого не трогал. Тебе дали шанс. Если бы ты был совсем давно, этого бы не случилось. Ребзо, ну в общем, получилась история, за которую мне точно не стыдно. А там песни играл, да? А там чувак песни твоя играет. Просто... Я не думал. Нон-факин-стоп. Круто. Сансара, ребята, Ребзо, Вася, я всегда хотел... Чувак, я с личностью с тобой... Просто, ну не знаю, вот так вот сделать, брайк. Ухорош. Да не-не-не, ну в смысле вот так, на самом деле, вот так хотел просто сделать. Блин. Сегодня мой творческий вечер просто. Мне 72 года. Че вы сидите-то, а? Нифига себе, блин. Они так, братан, они пришли на тебя посмотреть, на меня, они постоянно меня видят, братан. Ты че, они ходят постоянно видят. Скажи, пожалуйста, этот сериал «Задом наперед» можно смотреть? Последней серии. Ну, кстати, его можно смотреть «Задом наперед», абсолютно точно. Да? Потому что... Да. Я же понимаю, если логически, то есть завтра, вчера, 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 то есть это будет потом смотреть завтра, 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 завтра. Два раза можно посмотреть. Два раза можно, да. Сзада наперёд и сперед назад. Я посмотрел уже первую серию. Предлагаю и вам сделать то же самое. Тем более, для всех, кто у меня сегодня в ресторане. И всех, кто смотрит нас на ютубе, действует промокод Сансара. Благодаря которому вы получите доступ к онлайн кинотеатру ОКО по подписке Оптимум на 60 дней всего за 1 рубль. Павел, вопрос. В 96 году у тебя была условка. Что-нибудь ещё помнишь на блатном? У тебя условка была? Человек, а, родной! Тебе сколько в день он шестом было? Ты откуда знаешь, блядь? А мусора слили. Я откуда знаю, не знаю. Я откуда знаю, не шкура или она? Да. Слушай, да, была. Была. Всё, всё нормально сейчас. Всё, нет уже её. Всё хорошо. Всё хорошо. Ну так и на блатном что-нибудь помнишь? На блатном? Пошёл нахуй, да? Да пошёл ты нахуй! Это не к тебе, это вообще, в принципе. Вот это что-то... А, ты думал, это тебе, это не тебе, это просто так помню. Единственное, что я помню. Спасибо большое. А за что условка? Если не секрет. О, за Сутенерством. О, Магарин! О, Магарин! Это хасл, я считаю. Но об этом никто не знает вообще, чувак. Ты откуда это знаешь, блядь? Википедия. Какая нахуй Википедия? Ты чё там написано? Там написано. В смысле? Конечно же ты судим, блядь. Это всё убрали уже давно. Да нет! Я оплатил! Чё есть? Всё вернули, блядь! Сука! Земляки поддерживаю, да? Здорово, здорово, земля. Я вспотел. Меня зовут Алена, у меня вопрос. Скажите, Павел, пожалуйста. Вы откуда? Из Брянска? Из Брянска. Нет, не липосакцию. Любые пластические операции, ботокс. И если нет, то как сохранить молодое лицо, когда тебе под 40 лет уже? Вот это поворот. Слушай, я делал себе микроботокс, конечно, чтобы у меня не был этот лоб гармошкой. Делал. Я делал некоторые эксперименты со своим лицом, потому что, я тебе так скажу, я больше на твой вопрос углубляться не буду, но так я скажу, что для меня творчество, вообще искусство, это всегда сочетание формы и содержания. Всегда. И форма, и содержание. Так вот, форма, это вот мое лицо, мой язык, мои зубы и все это, мое лицо, мои глаза, понимаешь? Поэтому это важно, конечно, поддерживать себя в форме. Но пластических операций у меня не было. Ну, если ты об этом. Спасибо. То есть, лицо с жопой я себе не... Ну, подожди, качественно. Там, морщица еще... Не, вообще, ты... Нет. Яу! Спасибо. Павел, вопрос к вам. На интервью вы говорили, что впали в депрессию после съемок «Счастливого конца», где вы исполняли роль стриптизера. Как вы справились с этой депрессией? О, чувак, это было интересно. Это история, да? Мы же никогда не торопимся. Нет, нет, Паша, нет. Короче говоря, да, мы с ребятами Юры Колокольников и Ярослав Чеважевский, мы на предыдущем фильме придумали, значит, фильм про нас. Вот, назвали «Счастливый конец», где я должен играть стриптизера, звезду стриптиза, типа вот с таким болтом. Да. Вот. Вот этот такой болт играл Юра... А я видел этот фильм? Блин, да? Где он играл... Хуй. Ну, типа аллюзия на Гоголя нос. Точно. А я же люблю свою профессию, и я уже профик. Да. Вот. И мне нужно было играть эту звезду стриптиза, этого. Вот. Я думаю так, ну, чтобы не выглядеть... Там была буквально одна сцена, танец такой вот, чтобы... Чтобы было похоже по-настоящему, да? Чтобы стриптиз... Вот. И мы этот танец снимали в самом конце нашего съемочного периода. Вот. И все это время я ходил в зал. Сука, я набрал плюс пять. Я бы... Блин, вот такую вот весь. Ладно, извиня. Вот. Но козырнул, козырнул. Мы придумали этот танец. Мы сделали костюм. Короче, был пиздец. Снимали в гей-клубе в Питере. Ну. Как водится. Да. Ну. Вот. Было там 300 девчонок каких-то. Так это уже не гей-клуб. Ну, как бы изначально было, но превратился... То есть вы осквернили, да, гей-клуб? Осквернили гей-клуб. Осквер, буквально в смысле. Вот. И от дубля к дублю происходили чудеса. Я расковывался. Я такой был вот... Только что вот не дрочил на себя в зеркало, наверное. Может, и было пару раз. Не знаю. Вот. Брил ноги себе. Такой вот был прям... Очень любил себя. Вот. И мы сняли этот танец. Это все было круто. Вот. И был вот же конец съемок. Я приехал в Москву. Это был Хэллоуин. И я вот приехал в этом состоянии. Вот в таком вот состоянии, блядь. Вот в таком вот, блядь. Сука. И мы сделали это. Я сделал то, что я хотел. Я думаю, хочу вот, блядь, разврата. Да. Хочу разврата. Блядь, немного я рассказываю. Короче говоря. И поехал. Тогда была крыша. Крыша, я помню, конечно. Рулевич там стоял. Вот. Я надел тот самый костюм, который... Хорош. А там, блядь, пилотка. Там, блядь, стек. Там, сука, вот такие сапоги были. Там, ну, пиздец было. Вот. Я, значит, заходил в этот, значит, клубешник. И все, которые встречали, там, у меня знакомые, все такие. Я, блядь, блядь, а что, блядь, пиздец? Я говорю, ну, а, че, блядь, нормально. Не заебись. Никого не смущало что-то, да, в таком костюме, да? Вот. Ну, так, все. Хэллоуин был. А. Вот. И как-то девчонка, девчонка была, прикольная девчонка, Галя Солодовникова. Ммм. Художник по костюме. Не важно. Вот. Которая, которая была, нет. Которая, вот. Вот. Это важно. Которая, она классная, баба самодостаточная. И она такая, говорит, типа, вау, да факт, чувак, че с тобой? Я говорю, че со мной, блядь. Все нормально. Вот. В общем, я разврата никакого не получил. В этот вечер приехал домой, лег спать. Утром проснулся. И отмотал то, что было вчера. Я хуел совершенно. Потому что вчера был не я. Вчера был. А моего героя, папа, меня зовут Павел Деревянко. А моего героя звали Павел Давыденко. И он тоже, типа, из Таганрога. Ну, пошел написали, как бы, типа, блин. Пробеженная. Вот. Короче, я понял, что вчера был не я, а был чуть-чуть меня. И это был этот стриптизер хуев. Что он тебя захватил? Павел Давыденко. Который я вот ходил, вот это, блин. Я настолько охуел, испугался. Я выбросил сразу костюм. Я перестал ходить в клуб, в смысле, заниматься. И у меня тут же наступила депре. Полгода у меня длилась. Вот так вот на меня повлияла роль. Вот это отвечаю на твой вопрос, чувак. Следующий вопрос. Спасибо. Эх, сегодня градус нашей программы, ребята. Елизавета. Елизавета. Да. Фамилия? Климушина. Фамилия. Как? Климушина. Климушина. Продавайте. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Павел. Павел, у меня к вам такой вопрос. Пожалуйста. Вы снимались в сериале «Беспринципный», и там у вас было достаточно много постельных сцен. С кем из российских актрис вы бы хотели сняться в постельной сцене, и возбуждались вы когда-нибудь от постельных сцен? Возбуждаюсь я. Нормальный вопрос. Нормальный вопрос, мне тоже понравилось. Я обожаю эти сцены. Я вообще как-то легко возбудимый человек, свободный, легкий, и иногда бесстыдный. Бесстыдный, да? Да. Бесстыдный? Да, бесстыдный. Бесстыда. Бесстыда. Не без совести. Не без совести нифига, но без стыда. Я обожаю эти сцены. И более того, я бы с удовольствием, пока еще есть... Порох. Пока есть еще порох, с удовольствием бы снялся в каком-нибудь таком откровенном фильме. Потому что мне кажется... Я когда, знаешь, я вот смотрю большинство фильмов, в которых происходят вот эти сцены, да, когда они там открывают дверь ключом, и вдруг так раз, и по стенам... Пошло, понеслось, да? А я не верю, нифига. Я не верю. Я не верю. Потому что все на показуху. А я ненавижу на показуху. И в жизни, сука, и в творчестве я ненавижу. Такая же история. Да. Прижал, когда придавил. Также, я надеюсь, у меня получится так, чтобы зритель... Вот я прочувствовал, она прочувствовала, и зритель вот там по ту сторону экрана тоже почувствовал, вспотел, там она взмокрела, он это... И все. А о чем был вопрос? С кем? Да, я люблю. Про актрис был вопрос. Про актрис. С красивыми и раскованными. Вот без вот этого, что... Нет, потому что творчество, оно, сука, подразумевает... Давай, подожди, красивые, раскованные. Кто? Мэй. А? Мэй с тобой. Ну скажи, кто? Вот актрисы. Ладно, если бы там наши, чтобы никого не забыть, как говорят на творческих вечерах, а вот с иностранками. Иностранками? Да. Только не трогай Монику Белуч. Вот когда меня спрашивают, Павел, ваш идеал женщины? Да, такая же история. А я говорю, бля, Моника Белучева. Моника Белучева. Номер один. Да что, я все сказал, фамилии называть не буду. Но со всеми. Но со многими, с классными. С классными, знаешь, как минимум симпатичными, свободными, раскованными. Добрыми. 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 Обязательно. Чувствам юмора. Чувствам юмора, конечно. Умными, но не заостремно умными. Да, да, да. Не заостремно. Не заостремно умными, за умными. Добрыми. Вот чтобы вот все вот это было, бля, прикольными, сексуальными, которые... Ну, которым, наверное, возможно за 30, а возможно и до... Да пофигам. Ну, а возбуждались во время постели. Да он сказал, конечно. Чувствия, я сейчас возбужден, бля, не вижу, что я. Просто. Все нормально. Спасибо. Садись. Садись, пять. Я из города Ростов-на-Дону. Скажите, пожалуйста, Павел. Пожалуйста. Вы состоите в чате любителей кунилингуса, кулингусио? И если да, то, может быть, есть еще какие-то чаты? Мне нравится, с каким лицом. Кого-то спросила, любите ли вы ездить на шашлыки? На шашлыки. Как тебя зовут, извините? Меня зовут Саша. Саша, я создал этот чат. Все. Спасибо, аплодисменты. Поехали дальше. А че на аватарке в этом чате стоит? А? Че на аватарке в этом чате стоит? А? А? Там ухо мое с пробками. Давайте дальше. Павел, вопрос такой. По интернету гуляет видео, где вы прямо, ну, очень сильно пьяны. Прям вы дико пьяны. Давайте посмотрим его, наверное, чтобы... Давайте. Субтитры сделал. Как тебя, блядь? Убери нахуй камеру, блядь. Убери, нахуй. А ну, давай сюда, блядь. Убери камеру, блядь. Кто ты такой? Кто ты такой, блядь? Честно говоря, на видео ты переиграл немного. Да. Удаляй. Удаляй при мне. Вопрос. Кто ты такой? Скажи мне, я тебе тоже скажу, что ты такой. Кто ты вообще в этом свистил? Павел, концовка замечательная. Так вот, вопрос. Как, вы же публичный человек. Вот, вы постоянно держите лицо. Как вы с этим справляетесь? Очень публичный человек. Или может быть есть какое-то, вы знаете, закрытое место для селебрити, куда вы приезжаете и можете прям тихо, спокойно накидаться? У нас есть такое место. Есть небольшое, закрытое местечко. Есть такое, селебрити клап, называется. Все в очках ходят там. Все мы ходим туда и там позволяем себе всякие всяческисти. Но это место закрытое, потому что оно для селебрити. И там бываем только мы, селебрити, селебрити. Селебрити. Не, ну переиграл чуть-чуть, честно. Ну было. Чуть-чуть переиграл. Я до конца и вначале поверил. Фиговый пример, фиговый пример. Да. Ну пьяница, что сказать. Ну пьяница, ну блядь. Дебошир, что? Дебошир. А огорчает ли тебя, что ты не можешь вот расслабиться, как в душе твоей хочется? Он был бы обычным человеком, неизвестным, блин. Ну кто бы тебе сказал? Братская я вообще... Под тебя, братка, тебе посмотрели бы на это видео и сказали... Красава, мужик, я с огоньком. Огорчает тебя или нет? Или ты вот есть какой есть? Вот вообще, вот есть какой есть. И пытаюсь вот... Аплодисменты. Нихуя себе не строить, вообще, блин. Да, поэтому всякое бывает. И бывает такое. Это я, конечно, наигрывал немножко. Видишь, как Василий Михайлович уже со знанием дела сказал. Опа, не верю, не верю, не верю. Да, конечно, переиграл. В начале было видно, а дальше уже чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Нет, не знаю. Павел, у меня к вам такой вопрос. Люди, которые ознакомлены с вашей биографией, знают о том, что вы сторонник более свободных отношений. Более чем что? Ну, свободных отношений, я могу так сказать тогда. У вас есть две дочери. И вопрос заключается в том, что как вы отнесетесь к тому, что если их будущие избранники будут относиться к ним так же, как вы к женщинам сейчас? А вы знаете, я так прекрасно к женщинам отношусь. Просто ни одна из женщин не может сказать, что я мудак. Ни одна. Ну, может, кто-то и может сказать, но потому что она овца и дура. Но, в общем-то, я fucking gentleman. Вот. All the time. И что касается моей семьи, моей Даши, матери моих детей, моих дочек и вообще всех остальных. Я считаю, я надеюсь, меня упрекнуть как бы не в чем. Я нормальный парень. Спасибо. Спасибо. Да. Павел, вы снялись в многих фильмах, впоследствии которые получили низкие оценки. В какой момент во время съемки вы понимаете, что фильм получится хреновый? Слушай, ну я артист. Да, и у меня, по-моему, больше ста названий. И, конечно, мне приходилось сниматься в разных проектах. Потому что, вот как говорил мой мастер-хефис, Леонид Ефимович, количество переходит в качество. Вот. И когда ты молодой, и эго твое сильно играет, оно всегда играет, да? Практически всегда. Вот. И ты хочешь всего и сразу. Но... Да, много всякой фигни, много всякого говна. Ну, что делать? Это история. Мне ни за что как бы не жалко и как-то мне не стыдно ни за что. Это мой опыт. Мой опыт, который ни за что не купишь. Вообще ни за какое бабло. Поэтому надо пройти всякое, чтобы в конце концов оказаться здесь. Пожать вот руку брачу. Мы здесь. Василию и... Ну и быть в порядочке. Вопрос тогда у меня такой. Как часто бывает такое, что ты читаешь сценарий, на первых десяти страницах уже понимаешь, ну, хуйня. Но я впишусь, потому что гонорар. Брач, обычно получается так, что примерно на первой, на второй странице понимаешь. Я не хвастаюсь. Правда, я не хвастал. Ну, чуть-чуть, может быть. Где-то 95% сценария, я как бы говорю, что ну нет, спасибо, до свидания. А вот что касается беспринципных. Мне говорят, вот беспринципные, тебе почитай. Славик не пизди. Я почитал, говорю, я не хочу играть Славика не пизди, потому что я сейчас немножко хочу чуть-чуть как бы видоизменить, хочу немножко серьезно, пиздеца какого-то, разножанровости, каких-то межпланетных ублюдков, в конце концов, или одиноких людей. Ну, всякого разного хочется играть. Они такие, окей, то есть я отказал. Они такие, через месяц ко мне приходят и делают мне предложение, от которого я уже не могу отказаться. Вот, я в итоге не пожалел ни капельки. Классная работа. Ну, сейчас, если я отказываю... Классная работа, я тебе говорил там. Классная работа. Вот, вот. Ну, то есть так получается, что... Ну, сейчас уже давно такого не было. То есть, если отказывать... Ну, как бы там все понятно. Вот. Уже не... Пиздеть мешает. Это самое... А ходят слухи, что с тебя списывали эту роль? С меня? Этот образ. Да? Не, на самом деле. Кого? Столько не пизди? Да. Да нет, такого не было. Ну, что ты говоришь, братан? Нет, нет. Ну, что ты вдохновил, как бы, нет? Может такое быть, ну... Нет, я вообще, я вообще другое. Нет, нет. Ты знаешь, чего? Я не знаю. Вот эта роль конкретно. Я ей дело, клянусь, без... Без... Вообще, ни слова я пуху на себя не накидываю. Левой ногой. То есть, мне вообще она ничего не стоила, как бы. Вот. Но это не я. Ну, то есть, ну, наверное, я... Нет, я не в том числе, что там... Как же сказать? Просто по... Не так, как он говорил. Не так... Просто эмоционально, что с таким настроением, как бы. Ну, такого вроде не было. Я не знаю. Сам делал, как делал. Все. Есть. Аплодисменты нашему гостю. Здравствуйте, Павел. Привет. Вы говорили, что тяжело переживали расставание с гражданской женой. Скажите, сейчас вас отпустило? Или время нихрена не лечит? Время всегда лечит. Вообще. Вот только и лечит, что время. И когда возникают всякие дурацкие ситуации, в которых тебе, сука, сложно. И абсолютно точно, что вот так вот они никогда не изменятся. Некоторые люди там после каких-то событий говорят, о, ну все, теперь я другой. Теперь вот будет другая жизнь. Факен буллчет. Никогда. То есть, все равно время. Время должно... Вот. Единственное, что ты можешь сделать, проживая это время, это быть максимально достойным проживанием. Максимально быть достойным человеком. Вот. И у меня действительно, когда я раздавал, так получилось, да, немножко мы расставался так с Дарьей, да, у меня было тяжеловато, и потом я еще больше размотала. Вот. Но это было... Расставание с Дашей, это было у меня, как-то сказать, не основная причина. То есть, это просто как-то называется. Ну, не важно. Короче, как я чувствую себя сейчас? Да. Охуенно. Я чувствую себя очень хорошо, наполненным, насыщенным, полной жизнью, полной достоинства, полной самоуважения, потому что у меня за окончание этого последнего года у меня было столько всякого говнища, всякого случалось. И я увидел себя со стороны, тогда как раньше я мог предполагать, что как бы я себя повел, если были бы такие ситуации, но таких ситуаций не было. А тут такие ситуации появились, и я понял, бля, чувак, нормуль. Вот. Да, и уважение полное, и всего, и способности, и благодарности, всего полное. Так что, блядь, мне охуенно. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Лидия, я из Уфы. Здравствуйте, Лидия. Уфа. Вопрос. Уфа. Секс за деньги, это нормально? И пользовались вы такими услугами? Да, конечно, пользовались. Кто? Ты сказал? Про что? Про то, что кто пользует... Клянусь, он как будто мой одноклассник, и клянусь. И такое ощущение, что мы сидим за одной партой, травит он, а пиздюлей получу я. Так и будет. Так и будет, конечно. Так и будет. Учитель, я тебя потом... К Дирику пойдешь, к завучу. Да, Вакуленко. Пользовались продажной любовью? Да. И что? Ничего, не, просто... Ну, да, да. Я не очень люблю, но иногда бывало, да. Чтобы снять напряжение? Да не, ну просто, просто чтобы... Это весело. Мне друг рассказывал, я сам не пробовал, конечно. Вообще это нахрен не надо, потому... Короче, да. Спасибо. Спасибо, на следующий вопрос. Спасибо. Представим такую ситуацию, вам предлагают 1 миллион долларов, и вы снимаетесь в фильме «Гитлер Капут 2». Вы согласитесь? Да. Конечно. А вы у нас двоих спрашиваете? Вы же говорите, у Василия был. Нет, я у Павла спрашиваю. Ну вот, да. Мы же за одной партой. Да. Ну, блядь, миллион долларов, да, но... А смысл какой? Чтобы что? Да, я бы снялся в «Гитлер Капут 2». А какой худший фильм, в котором ты снимался? Вот на твой взгляд, самый худший фильм, в котором ты снимался? Чувак, ты разговорился, блядь. Это. Ты мне кулак еще поставил? Да ладно, бывает. Это, знаешь, какой самый худший фильм, братишка? Блядь, много говна было. И в меня стреляли, и в лужу я упал, да? Там я полз вот так вот. Я не помню уже. У меня больше ста этого всего. Есть хорошие фильмы, а есть куча всякого. Ну, знаешь, проходного. Когда ты молодой, ты же не знаешь, тебе нужно пробовать, 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 пробовать. Вот. Получается, ты до сих пор молодой. Ну, я, сука, до сих пор молодой. Аплодисменты нашему молодому, замечательному, удивительному гостю. Я знаю точно, залог долгой творческой потенции. Знаете, что это? Вдохновляющая виагра. Да, да, практически. Это твой внутренний ребенок. О, да, факт. Твой турнир. Факт, факт. И вот как ты его в какой-то момент, сука, не забудешь, разглядишь его, увидишь того пацана, который там был, позадаешь себе вопрос, что понравилось, что не понравилось, увидишь его, подружишься с ним, как-то будешь с ним. И все. И вот мне 53 года. А я, блядь. Вода с водой. Вода да будет. Вода святой. За внутреннего ребенка. За внутреннего ребенка, чувак. Здравствуйте, меня зовут Алина, я из Краснодара. Павел, подскажите, пожалуйста, вы снимались в фильме «Марафон желаний». Его спонсировала Елена Блиновская. Каково вам пиарить инфо-цыганей, которые наживаются на бедах других людей? Подонок. Как что-нибудь стыдно. Маку, повторите. Да нет, слушай, мне не надо повторять, ну, слушай, я просто делаю свою работу. Предложили, прислали сценарий, вот, там есть какая-то роль, которая, мне кажется, достаточно интересная, достаточно яркая или неяркая эпизод, допустим, если это эпизод, то он должен быть яркий. Он был яркий, и я сказал «yes», я согласен. А кто там была, Елена Блиновская или кто-то там, инфо-цыганей, я даже не знаю, что это такое. Поэтому вообще это мимо. То есть вы даже не знаете Елену Блиновскую? Нет. Хорошо, большое спасибо. Спасибо большое. Милая моя, пожалуйста. Павел, можете ли вы назвать себя инфлюенсером, и какой позитивный посыл вы несете людям? А что такое, скажите, инфлюенсер? Инфлюенсер – это тот, который, тот несун. Ну, весь крадун. Ну, что такое инфлюенсер, скажите, Ольга. Ну, тот, который несет, да? Да. Пропагандирует что-то. Да, да. Ты знаешь, милая, как тебя просто… Ольга. 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 Да. Я несу в мир, как мне кажется. Я несу любовь к себе. Я несу профессионализм. Я несу человечность, доброту. Ну, то, что я хочу. В смысле, я не хвастаю опять-таки, да? Я реально над этим работаю, над собой. И хочу, чтобы все это делали. Потому что вот с этого и начинается жизнь. То есть мы можем менять этот мир. Вот происходящие ситуации, те, которые тут происходят. Живя здесь, мы ничего не можем сделать. А с предлагаемыми обстоятельствами вообще ничего. Вот. Мы только можем как-то что-то делать вот сами собой. Поэтому, да, я несу хорошее настроение. Я несу хорошее отношение. Блин, все самое хорошее. Да. Любовь, секс. Бесстыдство. А, подожди, это другой. Это другой. Это другой фильм. Другой чат. Это другой фильм. Спасибо. Новая личность разблокирована. Была ли у вас интимная связь с партнером по площадке? Как вы относитесь к служебным романам? И много ли такого в киноиндустрии? С партнером? Ты что имеешь в виду, блин? С партнершей. Так и называю вещь своей незназой. С партнером. Хорошо. Меня в краску ввел. Я в меня... Я подумал, что он узнал. Щеки, как Майка у Василия стал. А? Что? Что? Я ничего не знаю. Я тебя обожаю. Знаешь что, чувак? Ну, была. Со световиком. Со световиком. Со звуковиком, бля. Бум в кадре. Было что, скажи, где правда интересуют людей. Вот я, допустим, смотрю кино. Нет, я тебе скажу. У меня... Я вообще мало себе представлял... Никогда не хотел иметь, типа, вторую половину актрисы. Вот. Почему-то никогда. И поэтому... А можно нам сзади чуть потише, пожалуйста? Чуть-чуть. Шепотком. Спасибо. Вот. Это... Короче, было. Было, но редко. Было, но редко. Вот. Но я не против. Вот к чему. Ну да? Все, ответил? Спасибо. Да, спасибо. Чувак. Что вы выберете? Каждый год сниматься в российском кино и получать за это большие деньги? Либо один раз сняться у самого крутого голливудского режиссера и закончить карьеру. Я ему сейчас пишу как раз. Как тебя зовут? Тамара. Тамара. На хера мне заканчивать? Ты что, у меня еще столько впереди, блядь. Зачем мне сейчас это заканчивать? Выбирайте. Выбрал. Я так скажу. Пардон. Селега. А, да-да. У меня раньше были, как и у многих, амбиции, конечно, Голливуд и все такое прочее. Да. Я ездил, по-моему, три... Ну, я больше ездил, но три раза ездил конкретно в Л.А. Кстати, у меня есть к тебе небольшая предъява. Не надо. А? Потом. Потом? Потом. Ладно, потом. Хорошо. Ай! Так вот, я ездил в Л.А. И учился там в школе, вот, английском. Потом, потому что у меня были амбиции сниматься где-то там в Голливуде. Потом случился проект. Он был русские деньги у него, лоу-баджет, это значит маленький бюджет. Назывался он Кровавая Леди Батори. В главной роли снимал Света Хаченкова, которая к тому времени уже снялась в этом, в Росомахе. Да. Главную роль сыграла эта, блядь, пиона, фиалка или кого-то там, плюща на английском языке. Вот. И актеры были русские только Света, я и были американские какие-то там и румынские артисты. Вот. И я подумаю, поеду. Гонорар был маленький, думаю, ну поеду. Вот. Во-первых, значит, роль у меня ни хера не получилась. Я говорю, ни хера, ни хера, ни хера, ни хера. Вот не получилось, потому что я думал об акценте, как-то проговаривал, в итоге меня переозвучили, раз. То есть у меня не получилась роль. Вот, два. Я думал, я улучшу свой английский, но, сука, они так быстро все говорили, блядь, что я просто стрессовал по этому поводу. Я ничего не понимал. И в-третьих, я получил мало денег. То есть у меня получилось три стресса в один момент. И у меня возник такой закономерный вопрос к себе. А нахуя мне все это надо? Просто зачем? И мне как рукой отрезало. Я не хочу больше никаких... Короче, где родился? Ну, вот как чем-то, блядь, взял, как будто чекануло. А, все. Ой, как, знаешь, я слушаю, как рукой отрезало. Как рукой отрезало. Короче, нет у меня никаких амбиций по поводу Голливуда вообще. А этот фильм вышел в итоге? Он вышел. Как называется, хочу посмотреть. Кровавая Леди Баттери. Ну, там, на английском языке, не знаю. В общем, как отшибло мне. К сожалению, и отшибло вместе с амбициями эти голливудскими и желание изучать английский язык. К сожалению. Ну, в общем, мне здесь прекрасно. Понимаешь? Гений, он в нюансах. И чем больше у тебя нюансов, тем больше изюма, грубо говоря, маленьких вещей вообще в жизни, в творчестве, тем ты круче, тем ты вообще индивидуальнее. А там? Там, там. Ну, если у тебя нет английского такого fluent, который вот как у тебя. Как у меня, да. Я бы мог. Вот. Тут надо смотреть, какой фабрикс. Фабрикс. Нет, на самом деле. Нет, на самом деле. Да, сэкерой. 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 Вот. Вот. В общем-то, нет. Я бы, конечно, я здесь. Я здесь живу. Я никуда отсюда не уеду. Никуда. Везде я думал об этом, когда там все уезжали. Я думаю, так, а что? Да, я вздохну в любом месте, блядь, через год. Я умру там. Быстрее. 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 Поэтому я живу здесь, и поэтому я живу здесь, и в этих предлагаемых обстоятельствах. И да, я здесь. Спасибо. Паша, у меня такой вопрос. Давай. Сначала во всех фильмах, сериалах снимался безруков. Далее всем глазам озолил Козловский. После этого всем надоедал Петров. Теперь везде Юрий Борисов. Не кажется ли тебе, что ты проебал вспышку? Или думаешь вырваться в топ, или так в 60. Я предлагаю тебе даже не отвечать, но прозвучало, честно. Я просто сейчас думаю, чего вы ведете, когда вы перестали и мелькать, мол, у тебя не кажется, что ты проебался. Да, вспышку. Ну, понятно? Хорошо. Не, молодец. Хорошо. Эго твое, эгоизм, хочет, конечно, всего и сразу. Ну, оттуда, когда ты со скамьи выходишь и начинаешь свою карьеру. И у кого-то это случалось. У меня это не случилось. Вот так все сразу, как, знаешь, там, бах, девятая рота, или еще что-то там, чтобы прям ты сразу стал знаменитым. И ты думаешь, бля, и какой фига. Вот, но, слава богу, у меня жизнь, вот, мой бог, мое, как это, мое небо, там, и абсолют, или все, оно как будто бережет для меня, для чего-то большего, для долгого пути. The long way, не short, понимаешь, когда слово. Not short, long way, forever. Forever and ever and never. Вот, и поэтому... Да, английский у тебя дерьмо, точно. Ай! Вот. Так же, как у меня. Да, поэтому... Нет, не важно. Ты тоже там. Я-я. И это... Все в губ. Не проебался ты, короче, еще. И поэтому, поэтому я дико рад, я дико счастлив, что у меня вот не случилось вот таких вот... Все постепенно, потихоньку происходило, потому что моя голова и мое сердце, мои старшие друзья и мое осознание не давали моему мозгу взрываться. То есть, мне никогда не волновала эта ненужная идиотская звездная болезнь, вот это вешение ярлыков, понимаешь, вот то, что мешает людям, сука, быть свободным, развиваться. У меня это, я надеюсь, ничего нету. Я с собой и во многом, благодаря тому, что у меня не произошло вот это... Бля, и потом, когда это все заканчивается или куда-то, и ты куда-то в какую-то сторону уходишь, блядь, я не знаю. А мне, у меня все происходит, но все нормально, поэтому я ничего не проебал, ничего не проебал. И вот сейчас, вот сейчас, мое самое лучшее время. И сейчас будет только материал, а он будет. И увидят это не только я, а увидят это все. Аплодисменты. Спасибо большое. Мы желаем тебе сам, Паш, желаем тебе самого наилучшего. Потому что жизнь, она вот... Вот она здесь, она когда вот в моменте просто, в моменте. И мне кажется, мне кажется, знаете, вот сейчас скажу, такой спич, наверное, будет уместным, неуместным. Но не зря, наверное, вот в подтверждении твоих слов, вот сериал Сансара, да, что он появился сейчас, в котором перепросмотр вчера, да. Мне кажется, что это интересная метафора твоей жизни, когда из вчера, на самом деле, ты в сегодня берешь самое лучшее. А из сегодня в завтра приносишь нам только вдохновение, любовь и свет. У нас есть еще заведение, куда приходят люди, которые, к сожалению, не могут попасть на программу, но они задают видео-вопросы. И один из таких видео-вопросов, из большого количества мы выбрали один, и он сейчас будет на экране. Посмотри, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Ирина, я нахожусь в городе Сочи, ресторан «Проект Байбаста», «Красная Поляна», «Горная Карусель 6». У меня вопрос для Павла. Расскажите, в силу своей профессии вы часто целуетесь с актрисами. Какой поцелуй был самым запоминающимся и лучшим? С какой актрисой? Фу, интересный вопрос. Самый яркий. Вам нужно время, Павел? Валь, вот когда... Подумай, ну подожди, подумай. Или ты помнишь? Подожди, я вот сейчас, когда зак... У меня есть история, пиздец, давай. Я теперь, нет, я тебе могу сейчас при всех рассказать, я расскажу после. Хорошо. Вот, охуеешь. Вот. И тебе тоже. Я с вами. Да. Я вообще обожаю эти сцены. Да? Да, это десексуальные. Девчонок так сразу расслабляет. А было такое, что специально хуевенько сыграл, чтобы еще раз потом переснять? Не, не было, не было. И весь день. Было так, было так, было так, было так, было так, было так вот один раз, когда вот все так расслабилось, так что, ну даже и... Ага, понял. А один раз? А вот так, вот первый так делал, вот так. Какой-то Павел зажатый. Да, да, да. Потом раз, три, четыре, пять, шесть. Она говорит, да расслабься, расслабься. Расслабься, 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 не бойся меня. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу, интервью закончилось. Я хочу, Паш, я хочу тебя поблагодарить за то, что на самом деле я так переживал всю программу, никогда не переживал. Серьезно? Да. У меня было приятное ощущение, как будто близкий мне родной человек пришел. Не, не из-за этого, ты послушай, просто я скажу, что я всегда здесь превращаю все в бардак, веселюсь. Спасибо тебе, что ты нам позволил почувствовать себя детьми, что ты нас где-то смущал, где-то мы радовались, смеялись, наблюдая за тобой, за то, что ты в 47 лет остаешься замечательным ребенком. И здесь ты нам подарил просто кучу эмоций, ощущений, за что тебе большое спасибо, понимая, какой ты актер, достаточно взрослый человек, но внутри сохраняешь вот эту хулиганскую струну. Я тебе просто за это благодарен. Да. Очень сильно. Смотри, ну сейчас сядь на стул, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас ты получше купишь. Ну послушай, сейчас типа тревожный момент. Давай. Но сейчас в нашей программе происходит то самое, о чем шушукаются многие. Говорят и сплетничают тысячи. Сейчас мы решим, кем же был на самом деле Павел Гривенко. Если вы считаете, что Павел был врунишкой и вел себя не по-настоящему, поднимайте черную свинью и за сегодняшний ужин платит он. Либо же вы понимаете, что вот он такой, за что мы его любим, ценим и обожаем, поднимайте красного динозавра и за сегодняшний ужин плачу я, как всегда. Голосуем. Черная свинья. Так, чувак, ты ж чувак. Стой, подожди, подожди, подожди. Стой, иди сюда. Иди сюда. Стой, стой, стой. Вопрос ребром. Иди сюда. Встань, пожалуйста. Как тебя зовут? Никита. Никита, можешь выйти сюда? Никита, я тоже заправлю. Никита, объяснись, пожалуйста. Сюда, сюда, встаньте тогда, сюда, чтобы было видно. Объяснись, пожалуйста, блядь. Блядь, это первый раз. Что именно? Ну почему ты поднял черную свинью? Ну мне захотелось так проголосовать. А почему тебе захотелось так проголосовать? Ну... Тебе показалось, что я врал? Не врал, но не договаривал. А что не договаривал? То, что Басти потом расскажешь потом. А, что я хотелось услышать эту историю. Да, мне хотелось. Но... Не, 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 до хуяля тебе хочется. Ладно, садись, два. Садись, блядь. Спасибо большое. Итак, по голосованию, по голосованию, ты... В честь тебя подняли большее количество красных динозавров. Как всегда, ты выкрутился. И за сегодняшний ужин плачу я. Аплодисменты нашему гостю. У нас в гостях был Павел Деревянко. Гениальный актер, наш хороший друг. И вечно молодой! Пойдем слушать историю. Павел Деревянко.